Как не заплутать в лабиринте крафтинга, расходников и комбо-атак? Эндем закидает вас кучей разных названий, чтобы вы точно поняли, что это научно-фантастическая игра. После чего вы рванете сквозь эту научно-фантастическую несуразицу, изображая из себя Железного Человека вместе с несколькими друзьями, отстреливая супостатов и жуков, бояя снаряжения и изучая внушительный мир, и все это посреди миллиона мелких катаклизмов. Вполне понятно, если вам нужна пара важных советов, как начать играть в Эндем. Поначалу может показаться, что в игре слишком много всего, но не волнуйтесь. Эндем довольно проста, несмотря на замысловатую оболочку. Вот несколько советов, которые помогут вам не сбиться с пути. Насчет всяких названий. История Эндем может показаться довольно сложной, но все, что вам нужно знать для начала, это то, что идет борьба добра со злом. Можно много всего накопать в Cortex, голосарий, содержащим информацию о различных фракциях, культуре и классах, которые лежат в основе изменчивого мира Эндем. Не думайте о крафтинге на ранних этапах. Тратить ресурсы на прокачку оружия, которое вы перерастете по уровню через пару миссий, просто того не стоит. В начале игры собирайте полезный лут в рамках сюжетных миссий и в режиме свободной игры. Играйте миссии на тяжелом уровне сложности, но выбирайте среднюю сложность для Stronghold миссий. С отрядом из четырех человек вы будете с легкостью пролетать миссии на обычной сложности. Можете повысить сложность до тяжелой, чтобы получать лучшие вознаграждения и сделать игру немного более интересной, как раз настолько, чтобы вам пришлось задуматься о системе комбо. Подробнее об этом чуть позже. Stronghold миссии, с другой стороны, нереально трудны на тяжелом уровне сложности. Не торопитесь и прокачайте свое снаряжение, прежде чем браться за них. О расходниках тоже не беспокойтесь. На экране запуска вы можете заметить крайнюю справа вкладку с расходниками. Это предметы, которые нужно крафтить и которые можно использовать один раз. Они улучшают определенные способности, сопротивление урону или оружие. Если вы проходите сюжет на среднем уровне сложности, не думайте о них. Они совершенно необязательны. Приберегите эти ресурсы для решающих испытаний. Когда вы подбираете патроны, ваш магазин заполняется моментально. Если вы стараетесь максимизировать количество наносимого урона в секунду, не перезаряжайтесь после пары выстрелов. Если вы видите патроны на земле поблизости, сделайте рывок к ним, чтобы моментально заполнить магазин без долгой перезарядки. Это особенно удобно для дробовиков и ручных пулеметов. Ныряйте, чтобы охладить двигатели. На самом деле Эндем говорит вам об этом, но в публичных матчах у меня создалось впечатление, что многие это пропустили. Если вы хотите добраться до очередной цели, не касаясь земли, приучитесь взлетать очень высоко, после чего пикируйте, чтобы снять нагрузку с ваших двигателей. Вы наберете скорость, и звук ветра будет становиться громче по мере того, как индикатор нагрева будет уменьшаться. Совместите этот прием со скольжением по мелководьям, нырянием в более глубокие пруды или обливанием под водопадами, чтобы избегать перегрева двигателей как можно дольше. Дождь также охлаждает ваши двигатели. Научитесь делать комбо. Эндем совершенно не учит игроков самой важной методике ведения боя. Если вы безуспешно и отчаянно пытаетесь победить какого-то особо сложного противника, это может быть из-за того, что вы не используете комбо. Мы сделали полное руководство по комбинированным приемам Эндем, когда вышла демоверсия, но оно применимо и к финальному релизу. Почитайте и расскажите друзьям. Сражение веселее, когда вы работаете сообща. Чтобы сделать резкий поворот, нажмите кнопку парения во время полета, выберите новое направление и снова нажмите кнопку полета. Управление мышью работает не очень хорошо, особенно когда вы летаете по полю боя или ищите светящиеся сферы, чтобы открыть ворота. Этот прием делает маневрирование намного легче. Поиграйте с настройками управления полетом и плаванием. Мы еще не нашли универсально оптимальный вариант настроек, но есть три уникальных ползунка, которые меняют, как происходит полет и плавание в зависимости от движения мыши. Чувствительность установите примерно как для прицеливания, отзывчивость и точность установите на ноль и постепенно пробуйте более высокие значения. Вы можете получать монеты из сундуков в режиме свободной игры. Не полагайтесь только на еженедельные выплаты системы Альянса в получении денег. Летайте повсюду в режиме свободной игры, и вы периодически будете находить немаленькие запасы монет в сундуках, разбросанных по разным местам. Избавляйтесь от вещей оптом в хранилище. Лучше всего избавляться от вещей на экране итогов миссии, но если вам лень, у вас набралось слишком много предметов, просто отправляйтесь в хранилище в форте Тарсис, вы можете отметить предметы как утиль и сбыть их все одним разом. Надеемся, что мы помогли вам и дали ценные советы, а также рассказали о некоторых тонкостях Эндом. Вооружившись бесценными наставлениями, вы готовы к покорению этого игрового мира. Свои советы по игре можете написать в комментариях, они также помогут игрокам ориентироваться в прохождении. Также не забывайте ставить большой палец вверх и подписываться на наш канал. До скорой встречи на X-Games Game TV, играйте и смотрите вместе с нами! Субтитры создавал DimaTorzok